Здравствуйте! Программа «День за днём» на Ивантеевском телевидении. Я Екатерина Бондрева. Сегодня в выпуске. Открытая власть. Переселение жилья – один из самых частых вопросов на приемах населения. Вода – это жизнь. Рабочие будни сотрудников Ивантеевского водоканала. 25-я юбилейная. Лыжня имени Василькова собирает любителей побегать уже четверть века. Об этом и многом другом прямо сейчас. Открытость и доступность власти – один из главных принципов политики, проводимой в московском регионе. Глава Ивантеевки Максим Красноцветов регулярно проводит приемы населения, чтобы обсудить с жителями наболевшие вопросы. Вопросы личные, наболевшие. Наталья Алексеевна пришла к главе города с благодарностью. По результатам прошлого обращения, внук, имеющий проблемы со слухом, получил место в специализированном детском саду. Теперь следующая просьба. В дальнейшем в нашем городе нужен сурдопедагог. Максим Валерьевич дает поручение проанализировать, сколько слабослышащих детей в Ивантеевке нуждаются в специалисте-сурдопедагоге. И возможно ли организовать его работу на базе 11-го детского сада. Ежегодно на личном приеме главы и его заместителей бывает более 800 жителей Ивантеевки. Во-первых, можно спокойно попасть ко мне на прием. Во-вторых, все заместители по профильным направлениям ведут каждую неделю ежедневные приемы. В-третьих, можно через соцсети задать любой вопрос и буквально онлайн получить на него ответ. Это та задача, которая стоит перед нами, поставлена она губернатором. Это в первую очередь открытая и доступная власть. Вопросы, с которыми обращаются жители, в основном касаются расселения из ветхого фонда, ремонта подъездов по губернаторской программе, начислений за капитальный ремонт. Людмила Киселева, старшая по дому 13 по улице Сморякова, бьется за комплексное благоустройство двора. Мы участие принимали в голосовании через Добродел и уже неоднократно обращались с вопросом в администрацию города. Но, к сожалению, до сих пор еще вопрос не решен. Надеюсь, еще раз повторюсь, что после посещения главы все будет с мертвой точки сдвинуто и будет результат. Всего сегодня Максим Красноцветов принял около 20 жителей Ивантеевки. Все вопросы взяты в работу. По некоторым определены конкретные даты выхода на место межведомственной комиссии. В частности, на Дзержинского 10, менее чем через неделю. Записаться на личный прием к главе городского округа Ивантеевка Максиму Красноцветову можно по телефону 8 496 536 36 93. Ко дню жилищно-коммунального хозяйства одним из важнейших ресурсов для человека является вода. За ее качество в городе отвечает Ивантеевский водоканал. Следит предприятие и за очистными сооружениями. Анна Александровна контролирует уровень воды на межрайонной канализационной станции. Этот узел принимает стоки из Ивантеевки, Пушкина и Пушкинского района. Каждый из шести установленных здесь насосов прогоняет 2600 кубов в час. Я работаю на водоканале уже пять лет. Работала в Грабельном три года, потом у меня был хороший учитель. И меня перевели, в общем, сдала, перевели на машиниста. Насос под номером один попал под раздачу, а точнее под разборку. Его ремонтируют сотрудники Ивантеевского водоканала. Причина поломки – засоры и посторонние предметы в канализационной системе. Из-за чего вырастает нагрузка на и без того работающие на пределе оборудование. Очень много мусора сейчас поступает на КНСКО. Почему? Потому что, видимо, увеличивается количество населения, но не все знают, как пользоваться канализацией. Это всё-таки не помойная яма, ничто. Туда нельзя сбрасывать вещества, которые не растворяются. Сотрудники водоканала сетуют, сбрасывают всё и все. Жители и предприниматели отправляют в канализацию от тряпок до стройматериалов и ядовитых химических веществ. Если раньше после фильтрации источных вод утилизировали 10 контейнеров мусора в месяц, то сейчас в пять раз больше. Помочь в этом вопросе может только сознательность жителей и установка мощного оборудования. Как, например, на канализационной станции «Детская». Четыре года назад здесь поменяли все системы. Раньше надо спускаться, включать насосы на глубину 6 метров, вручную включали насосы. А теперь мы здесь следим только. Всё нравится получается, всё хорошо у нас, коллектив хороший. В планах водоканала – реконструкция межрайонной канализационной станции. Проект уже готов. В преддверии профессионального праздника сотрудники предприятия надеются и на подарок от жителей, чтобы горожане стали ответственнее и бережнее относиться не только к ресурсам, но и ко всем инженерным системам. 15 апреля Ивантеевка, как и вся Московская область, переходит на цифровое ТВ-вещание. Аналоговые трансляции прекратятся. Для абонентов кабельного телевидения ничего не изменится. Ивантеевские кабельные сети напоминают жителям, что вещание каналов продолжится в прежнем режиме. Покупка дополнительного оборудования и перенастройка телевизоров не требуется. При желании можно увеличить количество каналов и смотреть их в цифровом вещании. Для этого необходимо обратиться в абонентский отдел Ивантеевских кабельных сетей по адресу Центральный проезд, дом 1, либо по телефону 8 496 536 28 69. Без прошлого нет будущего. В библиотеке Горбунова прошла встреча молодежного актива с теми, кто стоял у истоков становления современной Ивантеевки. О том, как человек сам формирует свою личность и судьбу, Ивантеевским старшеклассникам рассказала Елена Суханова, координатор проектов «Историческая память» и «Активная молодежь» местного отделения партии «Единая Россия». Ребята узнали, как жили Ивантеевские фабрики в 70-е годы, как повлияло на развитие города перестройка. Затем активисты молодой гвардии, молодежного центра и парламента смогли поучаствовать в викторине квесте на знания любимого города. Вопреки сложным погодным условиям, ежегодная лыжная гонка имени Ивантеевского тренера Виктора Василькова все-таки состоялась. Нашу программу продолжает спортивная рубрика. Стартовать и ехать классическим ходом тяжелее, чем коньковым. Однако это условия сегодняшних соревнований. В ежегодной лыжне имени Виктора Василькова принимают участие спортсмены от 5 до 78 лет. Всегда приятно приветствовать участников в таком большом количестве на этой традиционной лыжной гонке, которая проходит уже 25-й раз в нашем городе, посвящена на памяти Василькова, участники с ближайших городов Подмосковья. Дистанции в зависимости от пола и возраста – от 3 до 30 километров. Условия в этом году сложные. Ледяной настил поставил под угрозу проведение соревнований, но выпавший снег спас ситуацию, и гонку решено было не переносить. Ну, было трудно, потому что лед и снег. И снег, да, и там на поворотах можно было просто упасть, если бы контов не было. Аня и Катя принимают участие в гонке уже второй год. В прошлом году бежали коньком. В этом Кате удалось вырвать победу на последней секунде. Замыкают тройку лидеров на дистанции 3 километра спортсменка из Авантеевки. Анфиса стартанула первая и держалась всю дистанцию, уступив соперницам только на последнем подъеме. Общее время спортсменки – 12 минут и 6 секунд. Было тяжело, конечно, но старались, то есть через «не могу» до конца боролись, конечно, не хватило сил. Всего в гонке приняло участие более 250 спортсменов из Московской и Владимирской областей, около 60 из Авантеевки. Среди наших земляков бронзовые медали завоевали Анфиса Мишина и Матвей Прохоров. И о погоде на завтра. В пятницу от мороза Ивантеевцев спасет пасмурная погода. С утра небольшой минус – 2 градуса ниже нуля и снег. Днем потеплеет до плюс трех. В ночь на субботу столбик термометра опустится ниже нулевой отметки – минус один. А завершает наш выпуск видеоролик, который мы посвящаем сотрудникам ЖКХ и работникам бытового обслуживания и потребительского рынка. Сегодня в КДЦ состоялся торжественный вечер в честь их профессионального праздника. О нем мы расскажем завтра. А видеоролик о нелегком, но таком необходимом труде работников коммунальной отрасли прямо сейчас, в завершении выпуска. А я, Екатерина Бондрева, на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Засор был полностью устранен. Проблемы текущей эксплуатации, они решаются практически автоматически. За 2018 год мы отремонтировали 290 подъездов. Это наша прорывная задача, которая стояла на 2018 год. Трафаретики нанесли, почистили все лестничные площадки. Пластик отдельно, бумага отдельно. В Авантеевке не было такой техники. Вот сейчас она появляется. Современные возможности, технологии окрашивания. Создать город современным и уютным. Создать все условия для комфортной жизни горожан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова